Внимание! Говорит и показывает Город-герой Минск! Право пройти первыми парадной колонне предоставлено символу Великой Отечественной войны Рота Т-34 из 7 единиц Самые тяжелые дни войны штат роты средних танков отдельного танкового батальона состоял из 7-34 По строению парадного расчета этих боевых машин сохранена историческая правда Трибунам приближается современная техника и вооружение белорусской армии На марше танки Т-72Б3 По своим боевым возможностям и техническим характеристикам эти танки по праву считаются одними из лучших в мире Модернизированный танк получил улучшенный комплекс вооружения новую силовую установку современные цифровые средства связи системы управления огнем и многоканальный прицел наводчика Сосна У отечественного производства БМП-2 продолжают парад Это основная боевая машина мотострелковых подразделений вооруженных сил Беларуси Установленная на БМП-2 автоматическая пушка может вести эффективный огонь как по наземным, так и по воздушным целям Перед трибуной колонна поступивших на вооружение белорусской армии новых бронетранспортеров БТР-82А Боевые машины с высокой огневой мощью Бронетранспортер оборудован новыми белорусскими цифровыми средствами связи которые значительно улучшили устойчивость скрытость и качество передачи информации Бронетранспортеры БТР-70МБ-1 Эти машины предназначены для доставки и огневой поддержки бойцов сил спецопераций Для защиты от поражения зарядами гранатометов оборудован экранами со всех сторон Парадное шествие продолжает легко бронированная плавающая артиллерийская установка самоходная гаубица Гвоздика Способна вести огонь с закрытых огневых позиций на дальности свыше 15 километров Поражает мощью Акация Это грозное боевое оружие способно вести огонь как с закрытых огневых позиций так и прямой наводкой Может использовать в том числе высокоточные боеприпасы Стреляет до 24 километров В парадном строю самоходный Гиацинт-С Это самая дальнобойная система средиствольной артиллерии белорусской армии Максимальная дальность стрельбы более 30 километров На марше преемник прославленной в годы Великой Отечественной войны Катюши реактивная система залпового огня Белград на шасси белорусского производства Модернизированные на предприятиях страны реактивные снаряды поражают цели на расстояние свыше 20 километров Впервые в парадном строю в составе колонны легко бронированных автомобилей пикапы с противотанковым ракетным комплексом Фагот За ними высокоманевренные внедорожники Богаты Далее следуют Драконы Замыкают колонну бронеавтомобилей ЛИС-ПМ оснащенные пулеметными модулями Перед трибуной Кайманы броневики с широким спектром задач По техническим характеристикам и боевым возможностям белорусский бронеавтомобиль значительно превосходит зарубежные аналоги Продолжают колонну новые бронеавтомобили Тигр-М специального назначения Сочетают в себе качество вездехода и скоростного маневренного автомобиля К числу достоинств относится возможность установки большого числа видов вооружения На дистанции современная разработка белорусского ВПК Многофункциональный разведывательный комплекс БРДМ-4Б позволяет вести разведку местности одновременно с шестью ее видами на удалении до 300 километров от своих войск На марше минометный комплекс 2С-12Б с возимым минометом Сани-Б предназначен для уничтожения или подавления навесным огнем живой силы и огневых средств противника на дальности свыше 7 километров Миномет Нона-М1 продолжает парад Это оружие обладает большой мощностью и способно поражать объекты противника с применением широкого спектра минометных мин и снарядов Дальность свыше 7 километров буксируется автомобилем отечественного производства Буксируемая гаубица М-100Б одно из самых надежных огневых средств артиллерии выполняет весь спектр огневых задач Дальность стрельбы со скоростью 7-8 выстрелов в минуту свыше 24 километров На марше боевые и транспортно заряжающие машины РСЗО Ураган Дальность поражения до 40 километров Залп из 16 реактивных снарядов способен накрыть площадь более 350 тысяч квадратных метров По этому показателю Ураган считается одним из самых мощных средств в арсенале белорусских ракетчиков Перед трибунами реактивная система залпового огня СМЕРЧ Это современное средство дальнего огневого поражения В своем классе одно из лучших в мире Одним залпом поражает объекты на площади 18 гектаров На марше гордость отечественного оборонно-промышленного комплекса Ракетный комплекс Полонез-М поражает цели высокоточными управляемыми ракетами на дальности до 300 километров Расчет боевой машины может навести ракеты на 8 разных целей и поразить их одним 50-секундным залпом Искандер-М впервые в парадном шествии Это мощнейший оперативно-тактический ракетный комплекс для поражения целей в глубине оперативного построения войск на дальности до 500 километров Способен применять ракеты и в ядерном оснащении Впервые на параде новая отечественная разработка ударные беспилотные летательные аппараты Герань ВПЛА способны нести боевую часть массой до 52 килограммов развивать скорость до 180 километров в час и преодолевать расстояние до 2000 километров ОСА АКМ поражает любые самолеты армейской тактической авиации вертолеты крылатые ракеты летящие со скоростью до 1800 километров в час на предельно малых и средних высотах на дальности до 10 километров ЗРК ТОР М2К и этот комплекс один из лучших в своем классе зенитные управляемые ракеты ТОРа способны достать цель на дальности до 12 километров в диапазоне высот от 10 метров до 7 километров одна машина способна уничтожать до 4 целей одновременно на марше зенитный ракетный комплекс С-300 ПС способны вести борьбу с любыми воздушными целями ежегодно воины-зенитчики выполняют боевые стрельбы на полигонах России и входят в число лучших по итогам учений в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ боевое содружество впервые в составе парадных расчетов самые совершенные зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 Триумф система способна поражать любые средства воздушного нападения и разведки в том числе выполненные по технологии стелс и летящие по баллистическим траекториям на дальности до 400 километров перед трибунами уникальные с передовыми технологиями средства и комплексы войск связи вооруженных сил их создали на белорусских предприятиях комбинированные радиостанции Богатырь-2 станции спутниковой связи Восход станции радиоролейной связи Сосна высокоскоростные тропосферные станции Горизонт именно эти средства способны обеспечить устойчивое управление войсками на марше современные образцы вооружения военные и спецтехники тыла и тех обеспечения новая бронированная медицинская машина на базе БТР-80 впервые в парадном строю бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРМ-АК сидельные тягачи производства МЗКТ продолжает шествие парадный расчет государственного военно-промышленного комитета со знаменем ведомства перед трибуной линейка новых беспилотников самолетного и вертолетного типа в разведывательном и ударном вариантах паражирующая труба и квадро 1400 разведывательный комплекс Беркут-3 беспилотник из состава ударного комплекса Локчей разведывательно-ударный Хантер из самолеты Камикадзе Миротворец малогабаритные крылатые ракеты Аскалон беспилотные летательные аппараты состава ударного комплекса Чекан-В БПЛА Буревестник ЗРК малой мощности ОСА роботизированный огневой комплекс Берсерк отечественная радиолокационная станция Небосклон комплексная аппаратная связи Маяк реактивная система залпового огня Флейта автомобиль защитник перевозит спецназ Две модификации бронетранспортера В-2 с различными боевыми модулями и на марше автопоезд МЗКТ грузоподъемностью 52 тонны Продолжение следует...